всем привет поступило очередное задание изготовить для школьного класса мы по сути делаем для себя сейчас стеллаж для лыж то есть такое приспособление где ему смогут ученики хранить лыжи лыжи в чехле там же палки и вот надо аккуратно складывать характерная особенность что к стене прислонить конструкцию невозможно потому что все стены заняты она должна быть как я посчитал перемещаемая колесики условно показал да и в аксонометрии он прям так будет выглядеть то есть основание низ именно то что горизонтально полу будет я делаю сварным а вот эти вертикальные образующие направляющие они будут на болтах но я покажу тут отверстие болты отверстие болты потому что ее как-то надо будет транспортировать потом и в летнее время как бы тоже она там неуместно будет ее надо будет разбирать набрал значит трубы 20 на 20 стенка 2 в количестве так 42 метров ну у меня по расчетам вышло 38 39 но кратное 6 получилось только 7 холостов 7 холостов на 6 42 метра ну тут будет еще колесики снизу да я уже говорил они будут к пластине привариваться которая низу будет тоже ну вроде как из другого сортами то больше ничего нету болтики на 8 буду применять сейчас начнут со сборки основания как вот здесь видно данной эскизе под углом 45 будут делать чтобы не было открытых открытых торцов труб и все мы закрыто закрыто основание и так собрал основание ну как собрал пока выставил сейчас буду прихватывать поймал диагонали получилось где-то 172 с обоих сторон диагонали это самый верный наверное способ как выставить их чтобы она ее потом не вело не не таскала партнелограмм не получился в год не конечно хорошо но диагонали лучше все прихватываем так вот что получилось более-менее ровно все получается собрал все обработал с каждого угла и шагом 28 то есть у меня вот здесь по нутрянке 28 сантиметров с шагом я получается приварил симметрично 4 она с предварительно кыш по центру пустил она у меня получился метр 48 148 сантиметров наверно проще уже сантиметр так с собой в сторон проварил здесь тоже все провалено зачищено так здесь успел только разметить но здесь предстоит просверлить два отверстия сквозных на той конце то же самое это будет нужно для вертикальных стоек вертикальным стойком 5 я пришел к такому решению что отверстие уже посередине пластина это 20 на 4 то есть там вот те же самые отверстия с такими соосными вернее между сними расстояниями вставляться будете разбираться пока так что получается у меня эти основания на основание при приварил трубки размером 8 сантиметров и к ним уже каждой стороны с предварительно просверлены на отверстиями и получается у меня здесь шаг 30 сантиметров между каждой от края получается сантиметр отступил и по тридцатке погнал с обеих сторон так это есть теперь стойка как прикручен пока предварительно наживил на болты восьмые получается пластина 20 на 4 длиной 8 сантиметров межосевое 5 сантиметров у них получается и в корпусе сквозное отверстие вернее в основании на трубы и здесь получается болты нужно брать 8 на 35 8 на 30 так эта трубка у меня не ошибаюсь где-то сто тридцать восемь с половиной потом здесь соединение эти пластины по 5 сантиметров тут тоже сантиметр отступил отверстие сделал так эта трубка тоже просверлено предварительно здесь и потом по верхней части тоже те же самые 30 сантиметров шагом размер трубки 50 152 сантиметра как и эти нижние закон тут не выходит потом отступив 40 сверху но это условный размер я как бы его никуда не привязывал то же самое по 5 сантиметров межосевое те же сам пластины длиной 8 сантиметров соединил трубкой ну это чтобы был поустойчивее и чтобы не проваливались лыжи с противоположной стороны друг на друга для этого функция такая потом по 76 сантиметров по большей стороне нарезал такие трубки их 4 штуки затем по низу соединение получается 130 по большей стороне 45 отпиливаем и по низу отступив сантиметр тоже сделал отверстие все отверстия делаю здесь здесь разными диаметром сверла 9 и 2 у меня 9 и 2 в наличии я думаю от 9 до 10 это самое такое подходящее лучше больше не надо и меньше тем более вот болты все восьмерочка так здесь болты будут 8 до 50 эти я соединю с каждой стороны приварю но потом предварительно уже кажется понадобится дополнительные перемычки с каждой стороны именно вот на вертикальных стойках буду делать отверстие и соединять целые цельной трубкой ну подобно вот этой просто будет все на болтах потому что как мне кажется они все-таки вот эти поворотные то есть они будут гулять с боковые получать самые противоположные торцевые я напилил по 36 с половиной трубки и здесь я просто приварю и здесь приварю и также вниз будет опущена направляющая вниз здесь будет устойчиво тусу они будут гонять а здесь болт он все-таки будет красиво гулять поэтому думаю придется сделать это тоже а так все вроде как идет по плану смотрите что получилось как и говорил пришлось пустить поперечины она не только для того чтобы она была поустойчивее но и чтобы вы же представляем чехле и без вот в этот ряд они наложат значит детишки наши слоны наложат а если она сюда запрокидут сначала это вывалится ну будет я думаю всем неприятно ну детям может быть смешно но недолго так потом вот здесь перемычку пока так прихватил это сейчас сниму наверно все тщательно уже пройдусь с обоих сторон так здесь есть что еще что 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 осталось осталось здесь пятачки свой приварить с отверстия не нужно сделал ответственно один проделаю и на них сядут ролик ролики короче поворотные колесики обнаружил их в ближайшем и поставлю то есть все будут поворот как вроде бы вроде бы все все что хотел осталось только вот эти пятки а еще конечно будет здесь будет что-то вроде настила настил из наверно бруска 40 на 20 него я с шагом положу шагом 40 скорее всего чтобы все как выглядело более-менее ну и все на этом на саморезы и закреплю а так все разборное основание только цельно и что заключительная по сварке операция приварить пятачки для колеса для роликов нарезал пластин толщина 5 миллиметров была у меня такая пластинка размер здесь вышел 8 на 10 можно было поменьше но просто мне лишний врез не хотелось чтобы уменьшать размер потом ролик колесо выбор пал на этот вариант здесь получается подшипник здесь на вращательной части резьба 10 миллиметров вот так он встанет будет крутиться в ответ кунар на приватом буду использовать уже такие сама контрящиеся гайки функция того что она не открутиться просто контрить не надо ничего здесь получается проварю здесь и с обратной стороны здесь нахлёсточный шов сзади тавровый ну как бы на этом думаю будет все ну вот наконец-то и собрал спустя день на получать краска подсохла целью было чтобы в одну ячейку вместилась четыре пары лыж ну как видно здесь влезают даже больше уж место еще остается чехле без чехла неважно вот одна пара стоит палки также в лес этот носоте не больше метра поэтому здесь и станут лыжные палки все перемещается колесики даже пишу мне чем как я полагал колеса поворотные как помните все мои цель цель достигнута я думаю весь весь объем выше улезет для одного класса если понравилось видео с было полезным ставьте лайк комментируйте чтобы поменяли скажите но я здесь два болта еще не закрутил подкручу стой сестра они на последок остались так ну вот все так и и и и и и и и